Альтернативная история кексиков Шестикрылые змеи В это время снаружи Хорошо, но нам всё ещё нужны Рэнбоу Дэш и Пинки Пай, чтобы мы могли сделать наше групповое фото Отлично! И я наконец-то смогу получить мою китимарку фотографа! Это было бы замечательно, Сахарок! Тогда давайте пойдём и найдём их! Я надеюсь, они не забыли про фото! Ха-ха! Я знала, что здесь что-то не так! Всё это было твоей работой! Слушай, я не знаю, кто или что ты такое, но я клянусь, когда я выберусь отсюда, тогда... Ха-ха-ха! Ты так хочешь познакомиться со мной? Хорошо! Скоро ты сама всё узнаешь, Рэнбоу Дэш! Пора напомнить Пинки о том, что сегодня за день! Неужели хоть кто-нибудь может забыть про фотосессию? Это же ведь отличный шанс показать себя с прекрасной стороны! Эм... Для меня ты всегда будешь самой красивой! Вау... Вау... Эм... 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 Пинки, ты в порядке? Я не знаю. Погоди. Голос в моей голове. Его больше нет. О, хвала, Селестия, я больше не слышу всего этого. Я так счастлива! Это еще не конец, Пинки. Боюсь, я знаю, что произошло с голосом из твоей головы. Быстрее, выпусти меня отсюда. Мы должны остановить его как-нибудь. Эм, окей-докей, просто дай я сначала сниму эту жуткую штуку. Твайлай, что это? Какая разница? Все равно у него нет вкуса. Нет и все. Почему у меня такое чувство? Как будто я откуда-то знаю это существо. Будьте осторожны, девочки. Эта штука опасна. Вот вы где, мы искали вас двоих. Но если вы уже знаете об этом существе, тогда, может быть, вы объясните нам, что здесь происходит? Эм, Пинки, ты в порядке? Ты как-то не очень-то хорошо выглядишь. Не очень-то хорошо? Дорогая, да на тебе ведь лица нет. Боже, что же с тобой случилось? Не беспокойтесь обо мне, я это заслужила. Оу, не грусти, Пинки. Похоже, что все твои лучшие друзья сегодня здесь. Вместе с нами. Если это не замечательное начало для вечеринки, тогда что это? Этот голос. Ты, ты и есть тот голос из моей головы. Мои пострадания, Шерлок Пайн. И как же ты так обралась? Теперь вспомнила. Я знаю, кто ты. Ты змей с шестью крыльями, дух жестокости и насилия. Ты его знаешь? Я читала о нем в одной книге. Я польщен твоего Эйспаркла. Правда, Селестия однажды решила назвать меня чумой. Это было короче и удобнее, чем называть меня по моему полному имени и титулу. Субтитры сделал DimaTorzok